Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова его финансовую состоятельность, его платежеспособность. И только после анализа мы определяем сумму микрозайма. Обратиться в фонд содействия развитию предпринимательства легко. В Южно-Сахалинске бизнесменов ждут по адресу улица Карла Маркса, 16. Кроме того, за финансовой помощью можно обращаться и через муниципальные органы. У нас есть свой сайт. Пожалуйста, заходите на сайт. Это легко найти. У нас там есть все контакты. Ну и понятно, что встречи – это самое, наверное, если клиент приходит к нам сюда в фонд, то мы быстрее и лучше узнаем о нем и быстрее обработаем документы, заявки. Кто-то решился на свое дело еще на заре предпринимательства. Кому-то пришлось подстроиться под меняющийся рынок труда. Но главное, чем бы не решили заняться островные предприниматели, для развития их дела созданы все условия. И личный пример наших героев тому подтверждение. Что нам стоит дом построить? Возведение жилья в Сахалинской области за последние несколько лет сделало качественный скачок. Объемы строительства серьезно бьют показатели прошлых лет, доходя иной раз до рекордных цифр. Больше построенных домов – больше благоустроенных квартир. Ну а долгожданное новоселье невозможно без качественного ремонта. А значит, без штукатурки и выравнивателей полов, клея для плитки из керамики и керамогранита не обойтись. Все это – сухие строительные смеси на песчаной основе. Их производством на Сахалине вот уже пять лет занимается компания «Гефестгрупп». И не только. В арсенале их продукции еще и отсевоблоки, служащие для возведения стен. Мы начинали с малопроизводительного оборудования, где было задействовано много ручного труда. Но постепенно мы развивались и приобрели оборудование для выпуска продукции в больших объемах. Модернизировать производство в данном случае – необходимая мера. Ведь спрос рождает предложение. А отвечать растущим потребностям населения порой непросто. Не секрет, что те же сухие смеси хорошего качества и по приемлемой цене на базе стройматериалов долго не залежатся. А значит, производить их нужно еще больше. На помощь бизнесменам пришли специалисты фонда содействия развитию предпринимательства. Мы получили займ на льготных условиях и смогли увеличить оборотные средства нашего предприятия. Что дало нам возможность основательно подготовиться к зимнему периоду. Мы закупили сырье – это песок, цемент, полимерные добавки. Отремонтировали парк тех. Это значит, что предприятие будет спокойно работать весь год и предлагать продукцию своего производства по приемлемой цене. Аналоги, привезенные с материка или из-за границы, в сравнение не идут. Без учета транспортных расходов цена однозначно будет ниже. Чем и пользуются островные строители. Продукцию компании активно используют при возведении муниципального жилья и важных для региона объектов. Поддержать именно своего производителя сегодня особенно важно. И это касается всех сфер производства, в том числе и пищепрома. Желающих накормить жителей области своей продукцией качественно и без консервантов сегодня на островах немало. В цехах Сахалинского кондитерского общества работа не прекращается ни на минуту. Пока на подходе зефир, работницы нарезают и фасуют свежайший мармелад на соки сахалинских ягод. А в конфетном цеху в это время покрываются глазурью шоколадные лакомства. Количество аппетитных новинок от компании растет с каждым днем. При том, что на сахалинском рынке они совсем недавно. Зарегистрировавшись в 2014 году, весь прошлый год кондитеры отлаживали работу цеха, запускали оборудование, делали ремонт. И запустили производство в феврале этого года. Занимаемся мы выпуском кондитерских изделий. Пастила, зефир, мармелад, печенье сахарное, различные виды конфет. Взбивные, желейные, помадные. Весь ассортимент продукции не способен вместить даже этот богатый сладкий стол. Есть и эксклюзив. Единственный на Сахалине сахарное печенье и помадные конфеты, которыми гордятся кондитеры. Но встречают прежде всего по одежке. И чтобы покупатели могли оценить вкус продукции, важно привлечь их внимание яркой упаковкой. С этой целью начинающие предприниматели обратились в фонд. В принципе, наши просьбы были услышаны. Руководство пошло нам навстречу. Ввиду того, что нам необходимо было развиваться, каким-то образом нашу продукцию продвигать на рынке. Для продвижения, для того, чтобы была красивая картинка, потребителю требовался этикет. И этикетку мы купили на деньги, которые нам предоставил фонд развития предпринимательства. Благодаря этому удалось не только красиво нарядить островные конфеты, но и значительно расширить их ассортимент. Кроме того, нарядная праздничная упаковка ждет сахалинских сладкоежек и под Новый год. Вкусные подарки под елку в таких красочных коробках и мешочках уже сегодня на расхват. Корпоративные подарки, презенты школьникам и малышам из детских садов сладкие гостинцы любят все. Особенно, если они сделаны с любовью и только из натуральных ингредиентов. Ну как не поддержать столь полезное начинание? На сегодня это все. С вами была программа НЭП. Новости экономики и предпринимательства. Следите за нашими выпусками и будьте в курсе самых последних событий. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok